Добрый день дорогие друзья! Здравствуйте! И сегодня очередной выпуск Кухни Инфодайинга и мы расскажем вам, что произошло за эту неделю. А еще вот что хочу написать. Вы едете, у вас сел мобильный, у вас нет карты, сумерки, вы заблудились и вы ищете выход, но все тщетно. На дороге встречаются лишь олени и им явно в сторону их дома, не вашего. То есть у них есть своя жизнь, свой маршрут, да и разговаривать на вашем они не умеют и вы их не понимаете. И вы тут в отчаянии задаете вопрос во вселенную, чтобы она показала нужный путь. И на вашем пути встречается странник. Он очень необычный, вы его не чувствуете, не осознаете, не понимаете. Он говорит загадками. Этот странник достает из своего рюкзака карту и дает ее вам, где четко маркером начертан путь, которым надо следовать. И вот вам тут просто надо четко следовать этому маршруту. И лишь вы можете взять ответственность и просто делать. И лишь вам выбирать следовать или дальше блуждать в надежде, что есть путь короче. И блуждаете все больше. Так вот, о чем это я? Это путь инфодайинг. И этот странник Зайцева с ее зайчиками. Натусе и зайчики, благодарю вас за чудо маршрут. Он оказался очень увлекательным и показал мне дорогу к дому, дорогу к моему сердцу, дорогу в соединении с моей души, с разумом. Люблю искренне и безусловно. Это одно из писем, которое пришло к нам. И дорогу, путеводитель, показывает два странника. Мы вместе. И на самом деле сегодня нас не два. Сегодня уже много инфодайверов, которые работают и показывают. И даже показывают не только людям, но и животным. Представляете? На самом деле очень четко описана роль инфодайвинга. То есть, когда нам зачастую задают вопросы про инфодайвинг. Так что такое инфодайвинг? И как им заниматься? И вообще стоит ли? И очень многие люди считают, что инфодайвинг работает с системой ценностей и убеждений. Вот я убрал убеждение, я осознал, что у меня есть такое убеждение. И я стал создателем. И упрощают. Упрощают в разы. То есть, не выучив алфавит, пытаются писать романы, писать произведения, уверены, что они смогут написать. Нет, ребят, сперва алфавит. Потом по слогам. Потом предложение. Потом осознать, как пишется суть, как строится предложение. Осознать, осознать, осознать. И тогда жизнь начинает становиться другой. Но иногда человеку очень больно, он запутался, и ему надо найти выход. И тогда человек нуждается в подсказке, куда идти. И вот этим выходом и является действительно инфодайвинг. Потому что инфодайвинг возвращает человека к себе. Вот мы сегодня снимали фильм, и очень хорошая как раз и мысль прошла в фильме, который скоро выйдет. Ведь так и говорят, выход из аутизма, выход из болезней. То есть, человек когда-то туда вошел. Он вошел в болезнь, он вошел в аутизм. А выходит он куда? Для того, чтобы войти куда-то снова, надо вернуться к себе настоящему, искреннему. Вернуться домой. Вот инфодайвинг возвращает к себе настоящему, искреннему, открытому. Когда человек перестает лгать самому себе. И это не только система ценностей и убеждений. Это инстинкты, рефлексы, реакции, моменты проявления человека в социуме, моменты подавления им самого себя. Моменты нелюбви к себе, непринятия себя. То есть, это еще и ряд поведенческих моментов, которые связаны нитями, просто нитями, связями с теми сюжетами, которые человек будет проживать, пока он не изменится. И поэтому вылечить человека не может ни медицина, никто. Могут облегчить состояние, могут убрать боль. Но вывести из мира болезни не могут. Кроме тех случаев, на которые работает иммунитет, который выводит на стадиях, когда еще система не перегружена. Когда ты просто знакомишься с болезнью, знакомишься с болью. И получаешь от нее первичные антитела, которые потом тебе либо позволят снова войти в нее и очень глубоко окунуться, либо не войти. И вот инфодайвинг – это действительно не только работа с убеждениями. Не только это коренные изменения, это убрать ложь самому себе, это полюбить себя, это принять себя, это стать другим, это стать открытым, искренним и настоящим. Именно поэтому до сих пор не нашелся ни один развенчатель, который бы объективно смог что-то возразить инфодайвингу. То есть мы на сегодняшний день, когда смотрим, мы видим, когда люди пытаются вьют паутину и пытаются что-то найти, подкопаться. Вот вы не такие, вот вы здесь обманываете, вот еще. Нет, вы видите в нашем зеркале себя. И когда к нам обращаются мамы, которые ищут путь на выход из аутизма, и не только с аутизма, из заболеваний, мы работаем с разными заболеваниями. Но мы работаем не с заболеваниями, на самом деле мы не врачи, нам пофиг какое заболевание, как оно звучит. И вообще, если заболевание, или это просто какая-то тяжелая ситуация там в жизни? Мы видим боль внутри человека. Это боль, потому что он вошел в мир боли. И как эта боль проявлена уже дальше в теле, она не имеет значения. Надо человеку показать путь на выход и дальше предложить ему двигаться своими ногами. И человек либо идет, либо не идет. И это его выбор. И любая ложь самому себе – это выбор. Выбор, когда человек оправдывает, почему он не будет заполнять анкеты, почему он не может смотреть себе в зеркало, почему он не может легализовать чувство и открыто сказать, что он чувствует, когда его подавляют, или когда его оскорбляют, или когда его унижают. Он не может сказать о своих переживаниях. Он может наброситься на другого человека, как животное, нарычать, накричать, унизить. Но он не может сказать, что он чувствует. А смотрите, какая разница. Когда ты набрасываешься на человека, идешь в атаку, для того, чтобы подстоять свои границы И когда ты просто говоришь о тех чувствах, о чувствах, что ты чувствуешь, когда тебя давят, когда тебя унижают И это совсем разные реакции, и встречная реакция совсем другая И вот инфодайинг именно учит тому, как чувствовать себя, вернуться к себе домой И начать жить в своем доме, внутри себя комфортно, чтобы не было боли И тогда боль, которая была снаружи, она постепенно уходит Нету резких движений, всегда плавно уходит, но уходит И для примера приведу еще один пост Наталья, добрый день, нашлась пара минут, пока ребенок на занятиях, вот и пишу Надо написать обязательно, настроение праздничное, как сегодня хвалили моего масика в саду Говорит преподаватель, потрясающие изменения, контакт глазами по сравнению с прошлым годом значительно лучше Реакции, любопытство, хитрость неимоверная, уже выстраивает свои многоходовки Ей тоже, но дома поведение по-прежнему безобразное Сидит у меня на голове, расслабиться не дает, но и это существенно У нас закрепился сон с 9 вечера до 6.30 утра То есть 9,5 часов ночного глубокого сна Вот, и мама присылает, как ребенок рисует, и поцелуйчик А всего после консультации, пока единственной консультацией, прошел 1 месяц и 10 дней И мама пошла на выход, и ребенок пошел на выход И это невероятно А еще на этой неделе пришли письма, появились те самые знания Сколько происходит в голове, как идут осознавания, как, как, как И вот на эту тему я хочу поговорить отдельно Дело в том, что на этой неделе у нас в чате были просто, в чате мам, взрывные осознания Когда просто цепью чат обрушивался сообщение, что я осознаю, и я вижу, и я замечаю, и я меняюсь И все вместе писали анкеты, и мы тоже с Ириной плакали, и тоже, я тоже на этой неделе заполняла анкеты И это невероятно Вот этот вот взрыв в чате, взрыв осознанности, когда мы наблюдали весь вот этот процесс Он произошел, и потом вроде бы должна была наступить тишина И тут, волей случая, я в интернете увидела пост, написанный рукой мужчины Выдан от имени женщины Мол, была на консультации, не помогли эти инфодаринги Какие-то две записи по 15 минут У нас нету записей, кстати, по 15 минут Тут прокол вышел И нас просто вот так, раз, зеркало отразило ложь И самое интересное, что это выдано от имени человека, который тоже находится в чате И у меня был сперва ступор И мамы в чате предложили удалить вот эту маму из чата А у нас возникло желание, пускай человек посмотрит на себя со стороны Со стороны, как он работал Как он осознавался Сколько религий было в убеждениях И зачем приходил, если ты свято веришь религии и возвращаешь все религиозные установки Кому лжешь в таком случае Кому лжешь Что ты пытаешься из себя скорчить Ты пытаешься усидеть на двух стульях Ты пытаешься вернуть все деструктивные программы религиозного толка Которые у тебя есть в подсознании И при этом говоришь, что ты выходишь из аутичного состояния Нет, ребят, на самом деле Я хочу, чтобы было понятно Мы ничего не имеем против религии Вообще ничего Мне, например, абсолютно пофиг Я была во всех течениях Кроме иудейского Во всех остальных я побыть успела Так вот, я там Бога не нашла Но я нашла, когда начала заниматься глубинно психотехниками Глубочайшую травматическую подоснову религиозного фанатизма Выноса ответственности из себя человеком И не взятие вообще ответственности за свою жизнь никак То есть есть некто, кто должен тебе дать И неважно, это будет Будда, это будет распятый Христос Или это будет умерший Мухаммед Это не имеет значения Это могут быть идолы Это может быть даже веселое направление было такое Которое потом признаем быть деструктивным Сейчас не вспомню, там Вася какой-то Неважно, неважно в кого вы верите Но в тот момент вы выносите ответственность И вот это с точки зрения психики уже важно Все остальное это уже дальше, это декорации В каких декорациях проходит вынос ответственности Вот инфодайинг возвращает ответственность и говорит Оглянись, посмотри, что ты делаешь Ты сейчас выносишь ответственность за свою жизнь на кого-то Давай ты вернешься к себе и посмотришь в свой внутренний мир И посмотришь, а как ты убрал свой дом Как ты навел там порядок Как у тебя с системой ценностей убеждений, реакций, эмоциями Как у тебя со взаимодействием с окружающими, в семье и так далее Ты по принуждению вынужден играть роль хорошей девочки Ты играешь там роли Либо ты искренен с людьми и открыт И вдруг окажется, что в основном роли, 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 роли Вот здесь мне велел тот апостол так А здесь так говорил Будда А здесь так говорил Мухаммед И я играю роль послушной Я играю роль правильной Я играю роль И потом ты приходишь в инфодайвинг И тебе говорят, надо стать открыто искренней И человек врет, что он работает Ну зачем тогда врать? Тогда не будет результата Мы об этом предупреждаем Мы предупреждаем, что не лечим и так далее И тогда в инфодайвинге этот человек и увидит ложь Он будет видеть в инфодайвинге ложь, да Своё отражение Но неважно, сам факт, что мы нашли невероятную поддержку наших мам Они просто откликнулись И мы им очень благодарны на то, что вот эта грязь на нас Она просто была прекращена буквально искренними, открытыми, честными сообщениями Потому что особенно неприятно, когда от лица женщины пишет мужчина Господа, это вообще отвратительно Вообще отвратительно И в инфодайвинге это скрыть невозможно, чтобы вы тоже понимали И следуем дальше Наши дети продолжают поправляться Никита понимать начнет, что ему в туалет надо Так названо сообщение А здесь мама пишет Пересматриваю консультацию по Никите Очень захотелось вам написать Смотрела ту часть, когда вы говорили про связь кишечника и мозга Про то, что Никита понимать начнет, что ему надо в туалет У него как раз сейчас такое и началось Он ведет меня в туалет, садится на унитаз И может там долго сидеть, чтобы я рядом его за ноги держала И так далее, и так далее Мама пишет Можете это почитать на сайте пуп.бай Ребенок пошел в туалет Представляете, как это круто Вот вы даже у кого здоровые дети Вы даже этого понять не можете А это на самом деле круто, круто, круто И мама пишет Я писала вам в конце лета, вы ничего не ответили Я все понимаю, что сама не дорабатываю Знаю где, благодарю У вас хоть и обида была, что вы не отвечаете Но все не случайно, благодарю Конечно, не случайно Ну, конечно Когда мамы ищут, на что обидятся Они могут найти, на что на нас пообижаться Но на самом деле Наша задача, чтобы мамы включились и начали работать И тогда отношения с мужем становятся теплее И мужья начинают работать И, кстати, господа По поводу мужья начинают работать Вот нету этого на пупе Но Мы всегда говорили про то, что последний контрольный в голову болезни Ребенка делает отец У нас недавно была просто консультация сумасшедшая Мы думали Вообще, когда мы ее записали Я понимала, что человека будет носить Ну, несколько дней только от того Если человек адекватный Привык вот так выносить ответственность за свою жизнь Видеть Бога где-то там над солнышком И быть таким вот всем бизнесменом Бизнесменом, бизнесменом, включенным в жизнь И тут он получает нашу консультацию Я понимаю, что кукуха у него взрыв мозга И кукуха в теплых краях И при этом мы четко видели У него есть ребенок Который болен У которого мы уже о нем рассказывали У которого затягивается лобная кость После операции и химии уже не делали ребенку То есть идет процесс восстановления и регенерации кости И тут консультацию заказывает папа на себя А в консультации проскакивает контрольный в голову в прошлой жизни Четко Вот она, кармическая история Очень сильно напоминает фильм Как-то он назывался Пленник войны, по-моему Если вы посмотрите наши фильмы про Дамиана Очень похожая история И вот на этой неделе у нас случилась аналогичная история Но там все немножко по-другому Но мы были в шоке сами И мы понимали Папа, заказав на себя консультацию Он дал последнее разрешение ребенку выйти из болезни И мы это просто знаем Просто была та информация, которую мы не могли взять с ребенка Мы не могли взять с его мамы Но она хранилась в его папе Папа Потому что папы переносчики информации Папы разворачивают кармические игры Они их разворачивают и они их сворачивают А мамы создают территорию для игры И поэтому роль папы в выздоровлении ребенка Так же важна, как и роль мамы Хотя работают, мир же создают мамы Значит работают мамы А папа всего лишь завершает игру Либо разворачивает игру Всего лишь И вот это всего лишь оказывается Достаточно большой такой доминанты Для того, чтобы вообще существовал мир болезней И еще одно сообщение было Про погружение, подъем кармы По погружениям приходила обратная связь Как менялась жизнь И по курсам Сейчас мы об этом поговорим отдельно И вот было потрясающее погружение, подъем кармы Я ощутила такую огромную благодарность Любовь и нежность к себе настоящей Из будущего Какого не испытывала никогда Та, я из будущего Как олимпийский чемпион Только-только получивший медаль Переполнена благодарностью к себе настоящей Как маленькому дитя Сумела пройти весь этот путь Я очень четко ощутила Что меня уже сейчас То есть то, чем я владею в будущем Как четкое знание, так есть Очень много энергии После погружения спала Три часа встала огурцом Благодарю Просто переполняет Благодарю вас Вы меняете мир На самом деле Когда мы работали на погружении Подъем кармы Мы вот эти истории Все выталкивали на поверхность И зачищали то, что еще не развернуто То, что можно еще изменить И мы давали невероятное погружение Которое периодически проделывая У человека появляется возможность Менять свою жизнь осознанно То есть у него получается То свободное место на диске Которое можно использовать Под другие задачи Под те задачи, которые не были Предусмотрены этим сценарием И вот это погружение Было невероятно качественным Глубинным и так далее И еще на этой неделе У нас прошел курс Семья из глубины Вот на нем хочу остановиться отдельно Дело в том, что мы даже сами не ожидали Когда мы его начинали давать Что он пройдет на таких глубинах И что группа Достаточно большая группа Сможет выдержать его То есть сперва он планировался проще Но так получилось с первого дня Что он ушел вглубь И вдруг выяснилось, что Ну хотя это было ожидаемо И даже мы на эту тему шли Специально вместе в глубину Что все члены семьи Они завязаны контрактной системой Кстати, об этом первая книга Управления восприятием Они завязаны такими прочными связями Что если хотя бы один пытается вырваться Например, из болезней А у всех остальных по сценарию Его похоронить То они не дадут ему вырваться Они будут требовать похоронить Похоронить, похоронить И вот в этот момент получается Человек обречен То есть он вроде бы и борется за свою жизнь Но общество требует И когда мы работали на курсе Семья Мы находили такие моменты жесткие Глубильнейшие к проработке И самое интересное Что обратная связь была прямо на курсе И потом некоторые люди писали после курса Потому что там поднимались вещи Которые людям неловко было писать прямо в чате Оказалось, вот это первый курс Где вообще можем заявить Просто по каждому человеку Стопроцентное попадание в информацию В подсознание Которое было проявлено в жизни И после вот этого подъема Просто и члены семьи Не могут остаться прежними То есть это трансформация всей семьи Как системы Так вот это была Первая коллективная психотехника Которую мы обучали На опыте собственной семьи И вот эта психотехническая база И это действительно невероятно Потому что обратная связь Не заставила себя ждать Реальное изменение в семьях И это для тех женщин Или для тех мужчин Которые вопрошают Мне что с ним развестись Потому что я вот так меняюсь Я занимаюсь духовными практиками И он ни хрена не делает Там впялился в компьютер Или там сидит с пивом И ему ничего не надо И на самом деле Он играет свою роль Он не предполагает Что кто-то выйдет из сетей Расторгнет контракт И не будет с ним доигрывать Под его пиво А тут раз И у него все перевернулось И банку пива Вихрем выбило И у человека ничего не остается Как двигаться в развитии Вот этот курс был феноменальный В этом плане Он просто невероятный был И я и не сказала Глубже его есть только дети Но я не знаю Кто сможет дойти до победы Потому что действительно Очень глубокие погружения И кстати на курсе Тоже подсветилось Мы перед курсами Всегда пишем Список курсов Которые желательно Чтоб человек имел До того Как он придет на программу И люди относятся зачастую Так Ну я когда-нибудь их возьму Это только рекомендация Доступ-то открыт А это все Ну денег на себя жалко А вот Так вот на этом курсе Была видна глубина работы Там где люди имели Вот эту базу Глубина была сразу Тудух и ты ушел А там где не было Там приходилось говорить О поверхностных вещах Потому что И это ты не отбирал Ты же не знаешь пофамильно Кто там был Кто там не был У тебя на курсе Ведь это же все Человек делает сам Мы же не контролируем Эти процессы Когда человек сам Проходит наше обучение Основная часть Уже идет самостоятельного обучения Вот И Ну курс вот это Просто показывал Как лакмусовая бумажка Ребята Мы не просто так Вам рекомендуем Вот эти вещи Осознать До того Как вы придете на программу Прожить Прочувствовать Чтобы у вас Была другая глубина Но все равно Вот эта Результативность У этого курса Невероятная И На этой неделе Я записала И ролики Специально И практику И снова здравствуйте Кстати Практика И снова здравствуйте Она родилась на курсе Семья В первый же вечер То есть Одна из участниц Просто Мы заканчивали курс Она ворвалась К нам в квартиру Это было весело Для нас А у нее Волосы дыбом стояли И ей было больно И она просто Отрабатывала И проживала Все то Что было на программе И Просто надо было Переключить человека И мы понимали Что единственный вариант Переключить человека Перестать все время Смотреть назад И голову держать Сзади Направлено назад А так люди живут В основном все А научиться Смотреть вперед И принимать решения Из момента Здесь и сейчас Это вот дать практику И снова здравствуйте И мы специально Ее записали Отдельным роликом И она Зашла не только Участникам программы Но и людям Которые сейчас Под видео на ютубе Пишут свои Отзывы А вообще На Вот На этой неделе Было Блин Сейчас я открою На этой неделе Было Невероятное Количество Отзывов Благодарностей Обратной связи И так далее То есть Даже всю переписку Не хочу писать Один из отзывов Я уже озвучила В инстаграме Наверное Я и здесь Его зачитаю Если я Его Найду А может И не найду То есть Помните У нас был Фильм Про булемию Помните Там у ребенка Было раздражение На коже Вот мама Написала Как изменилась Жизнь Просто по пунктам Если вам интересно Можете посмотреть На наш инстаграм Там записано Это дело Мама написала Обратную связь Как изменилась Ее жизнь За это время От булемии Не осталось И следа От раздражения Осталось Не следа Счастье Пришло в жизнь И пункт За пунктом То есть Это те моменты Тут столько Просто мессенджеров Что я пока Все перепроверю А здесь В день приходит Несколько сотен Сообщений Поэтому даже Отыскать что-то Мне достаточно Сложно Ну наверное Наверное Возможно Нет Это даже Наверное Не здесь Ну и ладно Просто я вижу Здесь тоже Можно любое сообщение Брать и читать По обратной связи Как жизнь Менялась у людей Но суть в том Что в семьи Приходит счастье И поэтому Мы решили Изменить формат Наших фильмов Которые мы писали И вот сегодня Мы записали фильм Фильм очередной Это фильм Про стопроцентный выход Из заболевания детей И родителей И это фильм О трансформациях О самочувствии О том Как человек стал другим О том Как относится К этому социум И так далее Потому что В принципе Вот просто брать И сотни сообщений Читать Или их выкладывать Не имеет смысла Но Мы поняли Еще один момент На этой неделе Благодаря Вот этому сообщению Которое Проходило в интернете И мы хотим Сейчас Попросить Тех Кто пользовался Нашими услугами Тех Кто Остался доволен Недоволен Остался Было взаимодействие С нами Была какая-то работа Были результаты Какие-то Были изменения Какие-то Напишите Об этих изменениях В интернете Но не на наших ресурсах А честно Сами Тогда интернет Будет наполнен Информацией Не только С наших источников Потому что Человек же доверяет Информации Объективной Сегодня в соцсетях Вот в инстаграме Уже появилось много Разделов Где говорят И пишут про инфодайинг И пишут реальные отзывы И говорят реальные родители Но это одна сеть Инстаграм Если у вас есть возможность Написать на разных форумах Под разными Я не знаю Обсуждениями И так далее Написать реальное Что реально было Мы не просим Человек лгать Напишите реально Как инфодайинг Вошел в вашу жизнь И какие изменения При этом произошли Вот как инфодайинг Вошел И какие изменения Произошли Как изменилась ваша жизнь После встречи с инфодайингом И вот Ответы на эти вопросы Просто опубликуйте В разных направлениях Инфодайинга Там на Яндекс Дзене Там еще где-то Я даже всех Все эти вот Направления не знаю Вы с одной стороны Поддержите нас С другой стороны Вы дадите другим людям Объективную картину Потому что Человек заходя на Пубай И видя сотни отзывов От нашего имени Он считает Что мы написали это сами И мы понимаем Что Ну таким творчеством Мы не занимались Но у человека Работает недоверие Кстати недоверие себе Да И он видит в нашем зеркале Вот это недоверие себе Вот Если у вас есть желание Помочь другим людям Помогите Напишите Напишите И это будет Искренне Да Это будет Искренне Напишите где И дальше И дальше к новостям И еще мы начали Публиковать На Пубай Наши озарения Наших мам Не все То есть Это не чат Потому что В дальнейшем Теми озарениями Которые были в чате И теми цепочками Осознаний Которые шли Теми процессами Которые шли Вы сможете Насладиться Читая В книгах Которые сейчас Пишутся По чатам Да То есть Там Основная информация Именно по озарениям По осознаваниям Она будет Включена И во вторую книгу Первая уже готовится К печати Она ушла В верстку И в дальнейшем Вы сможете Почитать И чат для вас Станет родным И близким Это чат По работе Мам Кроме того У нас на этой неделе Шли клубные занятия У нас три клуба Все клубы работают Вы можете подключаться И работать осознанно Кроме того У нас сегодня Будет Коллективное погружение Коллективное погружение Называется Учимся создавать Учимся создавать Это будет Погружение На результат Когда мы будем Учиться Проявлять Во внешней реальности Наши определенные Запросы Да И Начнем мы С Ну С самых простых Психотехник И самых простых Но на результат И будем работать Сегодня Ну Наверное Больше даже Не с собой А с какими-то Такими Моментами Как мы входим В коллективное Да Вот этот вход В коллективное Чтобы наши мысли И задачи Проявлялись Вот в этом Уже проявленном мире Да Если вам интересно Учимся создавать По сути дела Это обучение Созданию Сегодня Подключайтесь К нам На погружение Которое будет С платформы Сабришен Сабришен Тучка ком В 20 часов А в 18 часов У нас будет Стрим Мы будем Отвечать На ваши вопросы Здесь и сейчас Ну Наверное Больше Блицем Чтобы максимальное Количество Вопросов Ответить Поэтому Специально Не ставили Тему Специально Не будет Разглагольствований Готовьте Сразу Вопросы И вот Кто первый Сдаст У того Приоритет Чтобы мы Сразу Начали С этих Вопросов И вот Наверное Все А еще У нас На следующей Неделе Стартует Курс Дети Из глубины Если вам Действительно Интересна Эта тема Тогда готовьтесь К программе И приходите А также Анонс Для Тех У кого Есть желание Заниматься Инфодайвингом Но они Не знают С чего Начать Занятие 30 31 Октября У нас Пройдет Обучающая Программа Для Начинающих Для тех Кто Только хочет Войти Называется Первый шаг В инфодайвинг Курс Для начинающих Для тех Кто хочет Подключиться И начать Заниматься Именно Инфодайвингом Не путайте Пожалуйста Это не Тетахилинг Это не РПТ Это не Гипноз Это не Регресс Это Работа С информацией И не важно В каком Информационном Слое Находится Информация Но этот Информационный Слой В вас Это работа С собой Вы идете Вглубь себя Мы сразу Учимся Входить В субъективное Восприятие Для того Чтобы в дальнейшем Вы могли Работать Как лапароскоп С другим Человеком Либо Вы могли Вести Человека Который Будет Работать В режиме Лапароскоп То есть Тут даже Схема Работы Та Которой Нету В принципе В психологии В психотерапии Поэтому Если вам Действительно Интересен Инфодайвинг Подключайтесь 30-31 Числа Будет Курс Который Не требует Предподготовки Называется Первый Шаг В инфодайвинг С него Можно начать А Для тех Кто хочет Все-таки Уже Тематически Работать То тематический Следующий Курс Дети Из глубины А потом Все остальное Будет идти В соответствии С расписанием На Пуп.бай Подключайтесь Друзья Подключайтесь